Когда все по закону, тогда никакой головной боли, как говорится, а значит и без лекарственных препаратов можно обойтись. А их россияне так любят себе назначать сами. О том, что есть такая практика, знают, конечно, и в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины. Там подготовили, процитирую, российскую газету концепцию ответственного самолечения. Вторым шагом станет образовательная программа, адресованная пациентам и врачам, и аптечным работникам тоже. Судя по вопросам россиян, 81% граждан уверены в том, что их здоровье – это их личная ответственность. Обсудим с нашим гостем. В студии член-корреспондент РАН, профессор, главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драбкина. Санна Михайловна, здравствуйте. Всегда полагал, что само понятие самолечения уже подразумевает некую безответственность и безрассудность по отношению к собственному здоровью. И тут вдруг читаю о том, что можно лечиться ответственно, самолечиться. Вы совершенно правы. Дело в том, что концепция, она действительно так называлась, self-care, концепция, или самопомощь, самозабота, если перевести, она была сформулирована в 1983 году Всемирной организации здравоохранения. Мы заинтересовались снова спустя несколько лет этой концепции и поняли, что переводить ее как ответственное самолечение неправильно. Это ответственное отношение к своему здоровью. Позаботься о себе другими словами. Абсолютно верно. А что в этой концепции правильного, интересно увидели вы и можете использовать в нашем опыте? Самое главное в заботливом и в ответственном отношении к своему здоровью – это правильная информация и грамотность населения о определенных моментах. Сейчас 67% различных летальных исходов приходится на хронические неинфекционные заболевания. Знание, каким образом можно на них воздействовать, это как раз и является основной нашей задачей, как центра профилактической медицины. Я надеюсь, что в этом отношении средства массовой информации нам должны в этом помочь. Рассказать о том, что опасно, как этого избежать. То есть повысить грамотность населения в вопросах сохранения собственного здоровья. Вот что это такое. Каким образом это можно сделать? На каких-то курсах? Кто будут педагоги? Это более 800 центров здоровья, где врачи специально обучены так называемому консультированию пациентов или населения, которые приходят в эти центры здоровья. Потому что не всегда пациенты приходят. Это можем быть мы с вами. Рассказывают о том, что такое здоровый образ жизни. Что такое факторы риска. Если мы говорим о профилактике, то уже понятно, каких болезней в первую очередь эта профилактика должна быть, а точнее о чем людям нужно сейчас знать. Сердечно-сосудистые заболевания, это хроническая обструктивная болезнь легких, это онкологические заболевания и сахарный диабет. Тут важно их направить в нужное русло, чтобы они не предпринимали в отношении себя какие-то неразумные действия. Например, прекратить прием того или иного препарата. Вы подняли очень важную проблему. Эта проблема называется приверженность. Приверженность нашим, то есть врачей, рекомендациям. И здесь очень важная роль, это роль врача-участкового терапевта. Потому что именно когда мы даем эти рекомендации, это задача врача объяснить пациенту, что это не курс, это не курсовое лечение. Это лечение, как мы говорим, на неопределенно долгий срок. И только врач должен сказать, может быть, действительно что-то надо поменять. Но это не должен пациент делать самостоятельно. А вот в этой концепции информированности будет ли какое-то особое время, место уделяться пожилым людям? Потому что ведь они, к сожалению, в первую очередь начинают лечиться самостоятельно. Вы прямо попали в точку. Дело в том, что у пожилых пациентов немножко другие даже факторы риска. Много заболеваний сочетается у одного человека. И чем старше человек, тем больше риск того, что этих заболеваний будет больше. Здоровее мы не становимся. Я все-таки хотел уточнить, на кого все замыкается? С кем этот контакт? С участковым терапевтом или с кем-то еще он возможен? Участковый терапевт. Участковый терапевт – это ключевая фигура. Спасибо. Спасибо.